О подражании Христу. Четыре книги Фомы Кемпийского, переведенные с латинского языка графом М. М. Спиранским. С при совокуплением некоторых мест из разных творений того же сочинителя, избранных также графом М. М. Спиранским. Издание шестое. Санкт-Петербург. У издателя книга-продавца Панькова. От Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры печать дозволяется. Санкт-Петербург. Август 7 дня 1853 года. Цензор, архимандрит И.А. Ники. Типографии второго отделения собственной его императорского величества канцелярии. 1854. Предисловие переводчика. В числе благочестивых сообществ в XIV и XV веке возникших особенно прославилось учреждение, известное под именем «Обсежительство братьев, последовавших правилу Блаженного Августина». Носка. Так называлось и общество вначале, но потом оно известно уже было под именем «Ордена правильных каноников Блаженного Августина». Учредитель всего общества был Герард Грот, родом из Авентера, муж отличный знаниями и благочестием. Оно установлено было в XIV веке, но утвердилось в XV, и, получив одобрение к Константского собора, просветало в Голландии, в Низней Германии и странах ей смежных. Люди и его составлявшие разделились на два класса, из коих первым были братья-ученые, лирики, во втором братья-неученые, и последние жили отдельно, но в совершенном союзе братской любви с первыми. Ученые и братья прилежали с примерной ревностью к наукам, к обучению юношества, к соседнению книг и к заведению училищ. Неученые упражнялись в разных ремеслах и искусствах. Ни те, ни другие не обязывались никакими обетами и, следовательно, не было, собственно, монахами. Но все у них было общее, никто не имел собственности, и сие составляло главную связь их общества. Училищи, основанные с ними братьями, приобрели в 15 веке великую славу. Из них произошли впоследствии знаменитые преобразователи ученой словесности в Германии и Голландии, каков был Эразм Роттердамский и другие. В одном из их училищ, именно в Виндесеме, в округе Утрехском, воспитан был Фома Кемпийский. Он родился в 1380 году от бедных родителей в деревне Кемпи и принят был в училище на общественное иждивение. По окончании наук пожелав вступить в сообщество ученых-братьев, он был к оному приспислен и провел в нем всю жизнь свою. Он скончался на 92 году от рождения, 25 июня 1471 года. Главным его упражнением было сочинение разных книг, руководствующих благочестие, особенно ко внутренней жизни. Число всех его сочинений, малых и больших, простирается до 105. Все они вообще изящны, приносят пользу духовную, отличаются простоторией и полны внутренним умилением сердца, от коего они проистекли. Но из всех его творений превосходнейшая, без сомнения, суть пресловутые четыре книги о подражании Христу. Книги сии, написанные им были в 1441 году, как то показывает собственноручная его надпись, на одной из его рукописей оставшаяся. Сие творения вскоре и до введения еще книгопечатаний известно стало во всей Европе. Несметное число списков с него везде растеялось. Все желали иметь подражание Христу. По введению книгопечатаний в числе первых книг к теснению преданных после книг Священного Писания является подражание Христу. И с того времени до ныне количество изданий было неисчисленных. Они переведены, или лучше сказать, много раз были переводимы не только на все европейские, но и на многие восточные языки. На нашем языке они восемь раз были переведены и напечатаны. В первый раз в 1647 году в типографии Дельского монастыря. Второй в Зильне 1681 года. Третий в Почаеве 1764 года. Четвертый в Санкт-Петербурге 1780 года. Пятый в первой части библиотеки для христианского чтения. В шестой в Москве 1784 года. В седьмой в Москве же 1799 года. В восьмой в Санкт-Петербурге 1816 года. Составление настоящего перевода признано было нужным держать от старинных лучших латинских изданий, особенно же «Антвертенство» 1607 года Генрика Самаля. В последний перевод еще раз сверен с латинским стереотипом 1710 года, основанным на собственноручной рукописи 1441 года. Переводчик не позволял себе никаких произвольных толкований. Менее старался о внешней изящности выражений, нежели о точном и самом близком, почти буквальном сходстве с подлинником. По разным причинам сие правила предпочтено всем другим, коим в приложении сих книг, как в нашем, так и на других языках, большей частью доселе исследовали. К книгам «Подражание» призвано полезным присоединить избранные места из разных творений того же сочинителя, разделивоное по степени учения на две главы, из коих первая содержит места, относящиеся ко внутренней, душевной или сердечной жизни, а другая — к высшей, созерцательной жизни в духе. И понеже предметы сего последнего степени сочинения Фомы Кимпийского встречаются реже и изъясняются не столь обильно и раздельно, как первые, то их глава сия в сравнении с первой покажется краткою. После всего, что было сказано и духовными, и светскими о превосходстве книг «Подражание», можно сделать еще одно примечание. Отличительная свойственность их книг состоит в том, что они содержат в себе и молоко для младенцев, и твердую пищу для совершенных. В простых правилах они представляют первым начальное руководство, и в тех же самых правилах дают вторым самые высшие понятия о таинствах духовной жизни. Для сих последних они открывают следы той мудрости, о коей говорит Павел. «Премудрость же проповедуем среди совершенных, премудрость Божию, тайную, сокровенную, и уже предустави Бог прежде век славу нашу». 1 Коринфянам 2,6 Таким образом, книги сии объемлят постепенно все возрасты духовного совершенства, и те весьма ошибаются, кои ограничены в пользу их одним первоначальным течением. Закрыв уже все другие книги, разумеется, кроме книг с пищевым описанием, можно еще с великой пользой читать книги подражания, но читающий, да разумеет. О подражании Христу Книга первая Наставления в духовной жизни полезные Глава первая Ослепление. Слова Христову, Тот должен стараться сообразовать Ему всю жизнь свою. Какая тебе польза, высокомудрость, у тебя троица, если ты не имеешь смирения и через стол прогнивляешь Бога. И прогнивляешь троицу. Поистине, высокие слова не делают человека праведным и святым, но жизнь добродетельная делает Богу любезным. Лучше хочу чувствовать сердечное сокрушение, нежели знать его определение. Если бы ты знал всю Библию и все извлечения философов, чему все сие послужило бы без любви и благодати Божией? Суета, сует, и все суета, кроме любви к Богу и служения Ему. Верховная мудрость есть, презирая мир, стремиться к Царству и Небесному. Суетно искать богатств погибающих и на них полагаться. Суетно искать чести и возвышения. Суетно следовать похотям плоти и желать того, что некогда обратиться нам в жестокое наказание. Суетно желать жизни долголетной и не заботиться о жизни добродетельной. Суетно обращать все внимание на жизнь настоящую и не предвидеть грядущих. Суетно любить то, что весьма скоро приходит, и не устремляться туда, где радость вечная пребывает. Вспоминай часто то правило, что не насытится око зрением, не исполнится ухо слушанием. Старайся же отвлечь сердце твое от вещей видимых и перенестись к невидимым. Ибо те, кои предаются влечении их чувств, оскверняют совесть и теряют благодать Божию. Глава 2. О смиренном чувстве самого себя. Человек, естественно, желает знать, но к чему служат знания без страха Божия? Поистине, смиренный земледелец, служащий Богу, высшего гордого философа, который, рассуждая о движении звезд, не брежет о самом себе. Тот, кто верно знает самого себя, сам перед собой унижается и не услаждается похвалами других. Если бы я познал все, что есть в мире, и не имел бы любви, какая польза в знании моем была бы мне перед Богом, который по делам моим судить меня будет? Глава 3. Перестань слишком желать знания, ибо в знании много развлечения и обольщения. Ученые ищут казаться и слыть мудрыми. Много есть вещей, коих познаний весьма мало ли совсем не пользует душе. И весьма безрассуден, кто стремится к чему-либо другому, кроме того, что служит к его спасению. Многословие не насыщает души, но доброе житие служит прохладой мысли, и чистая совесть дает великое дерзновение к Богу. Чем более и тем яснее знаешь, тем строже будешь судим, если не будешь тем святее жить. Не гордись искусством или знанием, но более содержи себя в страхе по мере твоего знания. Если мнится тебе, что ты много знаешь и довольно ясно разумеешь, то знай, что есть еще более, чего ты не знаешь. Не превозносись, но более признавай твое неведение. Для чего хочешь ты кому-либо быть предпочтен, когда много есть учения и тебя, и искуснее в законе. Если хочешь научиться и знать нечто истинно полезное, люби быть незнаемым и ни во что вменяемым. Высочайший и полезнейший урок есть познание и презрение самого себя. И не уложить в себе ничего, а у других всегда мыслить с почтением, есть великая мудрость и совершенство. Когда бы ты видел в других явные грехи или великие преступления, ты не должен, однако же, считать себя лучше их, ибо не знаешь, сколь долго сам устоишь в добре. Мы все к падению близки, но ты должен думать, что никого нет ближе тебя. Глава 3. О учении истины Блаженкова истина сама научает не изображениями и словами приходящими, но так, как она есть. Наше мнение и наше чувство часто нас обманывают и немного видят. К чему служат великие споры о вещах темных и сокрытых, коих незнания не поставятся нам в вину в день судны? Великое безумие пренебрегало познание полезное и необходимое, с отчанием прилежать к тем, кое любопытны и вредны. Мы имеем глаза и не видим. И что нам нужды в родах и видах, в метафизических разделениях понятий? Тот, кому привечное слово глаголит, свободен от многообразных мнений. От единого слова все, и все глаголит о едином, и сие и сначала нам глаголющее. Никто без него ничего не разумеет и правильно не судит. Тот, кому вся суть единая, то вся относит к единому, и вся видит в едином. Тот тверд сердцем и мирен пребудет в Боге. Ой, истинно Бог, садел и меня едино с Тобою в любви непрерывной. Прискорбно мне часто много читать и слушать. В Тебе все, чего желаю, ищу. Да и молкнут все учители, да молчат все твари пред Тобой, и Ты един мне глаголи. Чем, кто более соединен в самом себе, чем простее будет внутрь себя, тем более, тем возвышеннее и удобнее разумеет, ибо свыше свет разумения получает. Дух чистый, простой и постоянный, посреди многих дел не растеивается, ибо все действует ко славе Божией и внутрь себя тщится быть праздным от всякого личного искания. Кто Тебя затрудняет и огорчает более, нежели неумеренные желания собственного Твоего сердца? Человек добродетельный и благоговейный, наружные свои деяния прежде всего внутрь самого себя учреждает. Они не увлекают его к порочным склонностям, но он направляет их к закону здравого разума. Кто подвизается сильнее человека, ищущего победы над собою? И с чем-то должно было состоять все наше упражнение, побеждать самих себя и каждый день более укрепляться и более преуспевать в добре? Всякое совершенство всей жизни смешано с несовершенством, и свет познаний нашей более или менее подвержен мрачению. Смиренное познание самого себя и есть путь к Богу надежнейший, нежели глубокие изыскания знаний. Не должно осуждать знание или некоторого простого о вещах понятия. В себе самом оно добро и от Бога установлено, но всегда должно предпочитать ему благую совесть и жизнь добродетельную. Но поскольку по большей части люди стараются более знать, нежели жить добродетельно, то от этого часто погрешают, и плод их мал или ничтожен. О, когда бы все люди имели столько же прилежаний искоренять пороки из сердца и насаждать в нем добродетели, и сколько имеют они ревности заниматься спорами. Не было бы ни в мире столько зол и соблазнов, ни в общежительствах уединенных столько расслаблений. Верно, не спросят у нас в день судный, что мы читали, но что делали. Не спросят, хорошо ли мы говорили, но благочестиво ли жили. Скажи, где теперь все эти учители и наставники, которые столько тебе были известны во время их жизни и ученые славы? Другие заняли их места. Я не знаю, думают ли они о них. Во время их жизни они, кажется, нечто значили, а теперь о них молчат. О, сквозь слава сего мира быстро приходит. А когда бы жизнь не соответствовала их знаниям, тогда упражнение чтения их было бы полезно. Сколь многие, не заботясь служить Богу, погибают от суетных мирских познаний. И помеже они хотят лучше быть великими, нежели смиренными, для того исчезают в помышлениях своих. Тот истинно велик, кто велик в любви. Тот истинно велик, кто мал в самом себе, и кто ни во что вменяет верх почестей. Тот истинно мудр, кто все земное считает за уметы, до Христа приобрящих. За счету считает все. Тот истинно научен, кто творит волю Божию и оставляет волю свою. Глава 4. О предусмотрительности в поведении. Не всякому слову и внушению должно верить, но осмотрительно и терпеливо должно каждую вещь рассматривать в отношении ее к Богу. Увы, часто верится и говорится о других удобнее зло, нежели добро. Столь мы слабы. Но люди совершенно не верят векомысленно всем рассказам, и вознают слабость человеческую и преклонную ко злу и к падению в словах. Великая мудрость не быть стремительным в делах и упрямым в своих мнениях. К мудрости также принадлежит не всякому слову верить и не сообщать слышимое или веримое тотчас другим. Советуйся с мужем мудрым и добросовестным и ищи выше быть наставляемым, нежели следовать тому, что сам придумаешь. Добродетельная жизнь делает человека мудрым по Боге и опытным во многом. Чем человек будет смиреннее и покорнее перед Богом, тем более будет иметь во всех делах мудрости и мира. Глава пятая. О чтении священного писания. В священном писании должно искать не витийство, но истины. Священное писание должно читать в том же духе, в коем оно писано. Мы должны в нем искать более пользы, нежели тонкости слова. Благочестивые книги, писанные с простотой, мы должны читать с таким же удовольствием, как и те, кои писаны с возвышением и глубокомыслием. Не смотри на достоинство сочинителя, на его большую или меньшую ученость. Читай единственно по любви к чистоте истины. Не спрашивай, кто сказал, но внимай, что сказано. Люди приходят, но истина Господня пребывает вовек. Без лицемерия различными образами глаголит нам Бог. Часто в чтении священных книг затрудняет нас пытливость наша. Мы хотим понять и с тонкостью рассмотреть то, что надлежало бы просто прийти. Если хочешь подчеркнуть пользу, то считай с смирением, с простодушием, с верою, и никогда не ищи славы быть ученым. Вопрошая прилежные, внимая в молчании словесам святых, не отвращайся и отричь старейших, ибо не без причины их приводят. Глава шестая О неумеренных привязанностях Всякое неумеренное желание повергает человека в беспокойство. Гордый и коростолюбивый никогда не имеет покоя. Бедный и смиренный духом провождают дни свои в глубокой тишине. Кто еще не совсем умр самому себе, то часто бывает искушаем и падает в самых маловажных вещах. Кто еще слаб в духе и некоторым образом ищет плотян и привязан к вещам чувственным, тому трудно отрешить себя совершенно от земных желаний. Отсюда происходит что разучаясь с ними, часто падает он в уныние и то сейчас ропщит, встречая сопротивление. Если же последует он своим желаниям, то совесть восстает на него с упреками, ибо последовал страсти и не нашел покоя, кое выискал. Истинный мир сердечный обретается противоборствуя страстям, а не радствуя им. И потому нет мира в сердце человека плотского, нет мира в человеке преданном внешним вещам. мир обретается в человеке ревностном и духовном. Глава 7. Об уклонении от суетных надежд и гордости. Суетин, кто полагает надежду свою на человека или на тварь, не стыдись служить другим по любви к Иисусу Христу и казаться бедным в всем мире. Не полагайся на себя, но надейся на Бога. Старайся успевать в добре сколько можешь. Бог пособит доброй твоей воле. Не надейся на собственные твои знания, не на искусство других, но уповай на благодать Бога, помогающего смиренным и унижающего гордых. Не превозносись ни богатства, если ты его имеешь, ни друзьями, если они сильны, полагай всю славу в Боге, который все дарует и который сверх всего и самого себя даровать нам желает. Не в числахе, ни доблестью тела твоего, ни красотою, малейший ни дух изменяет ее и безобразит. Не в числахе, ни искусством, ни умом твоим, дабы не прогневить Бога, от коего происходит все, что в тебе есть доброго. Не прочитай себя лучшим других, дабы не быть худшим пред Богом, который один знает все, что есть в человеке. Не гордись добрыми делами, бо суды Божьей различны от садов человеческих, и часто то, что люди одобряют Богу противно. Если ты имеешь какие-либо добрые свойства, то, чтобы сохранить смирение, признавая, что другие несравненно более их имеют. Не опасно ставить себя ниже всех, но весьма опасно ставить себя выше кого-либо и единого. Мир со смиренным непрестанно, а в сердце гордого большей части зависть и негодование. Глава восьмая. Об уклонении от излишних знакомств. Не всякому открывай сердце твое, но советуйся о делах с человеком мудрым и богобоязненным. Редко беседуй с юношами и с людьми сообщество твоим учуждены. Не ласкательствуй богатым и не ищи являйся у вельмож. Знакомься со смиренными и простыми, с благоговенными и благонравными и беседуй с ними о истинных назидательных. Не имей близкой связи ни с какой женщиной, но молись Богу вообще о всех женах добродетельных. Единому Богу и ангелам его желай быть близким, но известности между людьми уклоняйся. Должно любить всех, но неудобно близко знакомиться. Случается, что человек сияет доброй славы, доколе незнаком, но он же вблизи омрачает глаза его зрящих. Мы ищем иногда угодить другим знакомость с ними, а напротив, тогда-то и начинаем мы им быть противными по мере, как они веют беспорядок наших нравов. Глава девятая. о повиновении и покорности. Весьма великое дело пребывать в повиновении, быть подчиненным наставнику и не быть в своей власти. Несравненно безопаснее быть в зависимости, нежели управлять другими. Многие живут в повиновении более по нужде, нежели по любви. Для сего-то они часто скорбят и ежечасно ропщут. Никогда не найдут они свободы духа, если не будут всем сердцем покорны своим начальникам из любви к Богу. Бегай туда и сюда, нигде не найдешь покоя, как только в смиренной покорности. Воображение мест и перемена многих обманули. Правда, всякий любит поступать по собственному своему рассуждению и более склонен к тем, кое в мыслях с ним согласны. Но если Бог прибывает с нами, нам нужно для сохранения мира иногда и отступать от наших мыслей. Кто столько мудр, чтобы знать совершенно все? Итак, не слишком полагаясь на собственное твое рассуждение, но внимая рассуждение и других. Если мнение твое основательное, если в угождении Богу ты оставишь его и последуешь мнение других, сие тем более послужат тебе к совершенству, ибо я часто слыхал, что безопаснее принимать советы, нежели давать. Может случиться, что мнение той и другой стороны основательно, но не хотеть согласиться с другими, когда требует того, дело или разум, есть знак гордости и упрямства. Глава десятая об удалении от излишних разговоров. Убегай, сколь можно шумного сообщества людей, ибо великое преткновение есть заниматься рассуждением о делах мирских, хотя бы мы рассуждали самым простым намерением, ибо леко заражаемся мы суетностью и порабощаемся. Обращаясь на прошедшее, желал бы я более молчать, нежели молчал, и менее быть с людьми, нежели был. Но для чего столько любим мы говорить и беседовать, когда редко без оскорбления совести возвращаемся от беседы к молчанию? Для того столько любим мы говорить, что в разговорах ищем взаимного утешения и сердца разными помышлениями обремененное. Желаем облегчить. Мы охотно любим говорить и мыслить о предметах нашей привязанности, наших желаний или отвращений. Но увы, часто тщетные беспользы, ибо сие внешние утешения лишают нас многих утешений внутренних и божественных. И так должно бодрствовать и молиться, да не пройдет время в праздности. Если дозволено есть время говорить, то говоря о вещах назидательных. По большей части худые привычка и небрежность наших преуспеяния не допускает нас воздерживать свой язык. Впрочем, беседа благоговейна о вещах духовных, особенно между людьми, коих тот же ум и тот же дух соединяет в Боге. Есть важное пособие к духовному преуспеянию. Глава 11-я о снискании мира и о ревности к преуспеянию. Мы могли бы наслаждаться великой тишиной, если бы решились не заниматься словами и делами других для нас чуждыми. Каким образом может тот долго пребывать в тишине, кто мешается в дела других, кто ищет случаев рассеяться в предметах внешних, кто мало или редко собирает мысли внутрь себя. Блаженны простые, ибо они будут наслаждаться глубокой тишиною. Почему некоторые святых мужей достигали столь высокой степени совершенства и созерцания? Потому что они старались умерть лишь в себе, совершенно все земные желания, и тем самым преуспели всей полнотой их сердца прилепиться к Богу и во всей свободе получаться самим себе. Но мы слишком заняты собственными нашими страстями, слишком озабочены вещами приходящими. Редко побеждаем совершенно и одинок, и один какой-либо порог, и не имеем ревности к ежедневному преуспеянию, для того то и остаемся хладны и в остуде. Если бы мы умерли совершенно самим себе и внутрь себя были свободны, то могли бы вкушать даже и от вещей божественных и не считать небесного созерцания познать опытом. Единственное и самое главное препятствие состоит в том, что мы не свободны от страстей и похоти и не чимся ступить в совершенный путь святых. При малейшей противности мы падаем в уныние и спешим искать человеческих утешений. Если бы напротив старались мы стоять в сражении, как прилично людям твердым, мы без сомнения не узрели бы помощь Господи с небеси к нам исходящую. Ибо тот, кто посылает нам в случае сражаться, дабы доставить победу, всегда готов помогать сражающимся и всегда всего от благодати его уповающим. Если преуспеяние нашего благочестия и поставляем мы в исполнении одних только внешних обрядов, то благоговение наше скоро исчезнет. Но обратим секиру на самый корень дерева, дабы очистить себя от страстей, наслаждаться душевной тишиною. Если бы в целый год успели мы истребить хотя один порог, мы скоро достигли бы совершенства. Но часто напротив мы примечаем, что в начале нашего обращения к Богу мы были лучше и более имели чистоты, нежели после многих лет упражнения. Ревность и преуспеяние должны были возрастать каждый день, но мы не считаем великим делом, если кто сохранил часть первой своей ревности. Если бы сначала мы несколько себя опримудили, то впоследствии все было бы нам легко и приятно. Трудно оставить свои привычки, а еще труднее идти против собственной своей воли. Но если не преодолеешь ты малых и легких препятствий, то как успеешь преодолеть великие? Противостань вначале твоим склонностям и отучись от худых привычек, иначе они заведут тебя нечувствительными в величайшие трудности. О, если бы ты помышлял, какой мир душевный самому себе, какую радость другие им принести могут успехи твои в добре. И я уверен, что ты бы был тщательнее в духовном совершенствовании. Глава благо есть нам быть иногда в положении тяжких и противных, ибо они часто обращают человека к сердечным его чувствованиям, да познают, что он в изгнании и ни на что в мире надеяться не должен. Благо есть терпеть иногда от других противоречий и встречать худое и неправильное мнение, даже я добрых вещь в наших делах и намерениях. Сие часто приводят нас к смирению и остерегают от тщеславия. Ибо мы охотнее ищем в себе внутреннего свидетеля Бога тогда, как люди нас презирают и худо нам верят. для всего этот человек должен был бы так утвердить себя в Боге, чтобы не было ему нужды в человеческих утешениях. Когда человек при добрых своих произволениях скорбит и искушается или злыми помыслами терзается, тогда он лучше понимает, сколь Бог ему нужен, видя, что без него в добре он бессилен. Тогда он печалится, стинает и просит помощи в бедствиях им терпимых. Тогда скучает продолжением своей жизни и желает смерти, дабы разрешиться и со Христом быти. Тогда наконец он видит ясно, что не может быть в мире ни совершенной безопасности, ни полного спокойствия. Глава 13. О твердости в искушениях. Доколем мы в мире, мы не можем быть без смущения и искушения, потому что в Иове написано «Искушение есть житие человека на земле», а посему всяк должен пищиться о своих искушениях и бодрствовать в молитве, дабы не быть уловленного дьявола, который никогда не дремлет, но как лев рыкающий ходит, ища кого поглотить. Нет человека столь святого и столь совершенного, чтобы не имел иногда искушений. Никак не можем мы вовсе от них освободиться. Однако же, сколь нетрудные и неприскорбные искушения, часто они бывают весьма полезны человеку, они смиряют его, очищают и научают. Все святые пришли множество напасти и искушений и преуспели. Те, которые не могли им противиться, были отвергнуты и пали. Нет общежительства монашеского ордена столь святого, не место столь уединенного, где бы не было искушений и противностей. Заколи человек живет, да то ли не может он быть вовсе свободным от искушений, ибо рождаемое в похоти мы носим в себе самих их семя. Пройдет одно искушение или смущение, настанет другое, и мы всегда должны что-либо терпеть, ибо достояние блаженства нашего мы потеряли. Многие ищут избежать искушений и повергаются в них тем опаснее. Бегством единым мы не можем от них спастись, но терпением и истинным смирением мы превозмогаем всех врагов наших. Тот, кто уклоняется только по наружности, не истребляя корни, мало успевает. Искушение будет постигать его чаще, и он почувствует себя хуже. Помалу терпением и твердостью с помощью Божией, ты успешнее преодолеешь, нежели строгостью и излишним сил напряжением. Часто советуйся в искушении с другими и сам не будь строг к искушаемым, но старайся утешать их, как бы желал утешения себе. Начало всех в их искушении есть непостоянство духа и недостаток упования на Бога. Подобно кораблю бескормила насил по волнам человек, послабляющий себе и оставляющий свое намерение, многоразличный искушается. Огонь очищает железо, искушение очищает праведного. Часто не знаем мы сил своих, искушение открывает их меру. Должно однако же бодрствовать, особо в начале искушения, ибо тогда удобнее победить неприятеля, затворив ему совершенно на вход души и за дверьми при первом ударе его, положив ему преграду. Потому-то некто сказал, что сопротивляешься первым началом лекарства поздно, когда усилится болезнь и небрежением. Ибо спера встречается в душе простое помышление, потом сильное воображение, после услаждения, развратное побуждение и согласие. Таким-то образом коварный враг наш мало-помалу совершенно входит, если не сопротивляется ему в начале. И чем более остаемся мы против него бездействия, тем более от дня на день мы ослабеваем, а он возрастает в силе. Есть люди, которые подвергаются сильнейшим искушениям в начале их обращения к Богу, другие под конец. Некоторые же терпят их почти через всю свою жизнь. В них искушение действует довольно слабо. Бог по мудрости и правде своей располагает все это, соразмеряясь с состоянием людей и их заслугам, и все предоставляя ко спасению своих избранных. Для всего-то мы не должны отчаивать, когда падаем в искушение, но тем прилежнее молить Бога, да поможет нам во всех напастях. Поистине, по слову Павла, он сотворится искушением и силы избытия, чтобы мы могли превозмочь, могли перенести. Итак, смирим души наши подъясницы и Бога во всех наших напастях и искушениях, ибо он спасет кротких духом и вознесет их. Искушение напасть открывает истинные степени нашего преуспеяния. В них умножается заслуга и лучший является добродетель. Не дивно быть благозавеенным и ревностным, когда нет прискорби, но когда человек среди бедствий с терпением пребывает непоколебим, тогда есть надежда к великому совершенству. Есть люди, которые с твердостью переносят великие искушения, но часто падают в малых и ежедневных. И это для того, чтобы этим уничижаемые никогда не надеялись они на самих себя в важных случаях, видя, сколь слабо они в малых. Глава 14. О воздержании от дерзновенных суждений. Обращаясь святого внимания на самого себя и остерегаясь судить действия других. Судя других, трудимся мы в суде, часто обманываемся, и удобно погрешаем. Но судя и разбирая самих себя, мы всегда с пользой трудимся. Мы часто судим о вещах по склонностям нашего сердца. Самолюбие наше не позволяет нам судить поистине. Если бы мы всегда в намерениях и желаниях наших имели Бога перед собою, то не смущались бы столь часто действиями, которые кажутся противны нашим мыслям. Но часто в суждениях наших увлекаемся мы какой-либо тайной привязанностью, коей предмет внутрь или вне нас. Многие ищут сами себя в делах своих, и сами того не примечая. они кажутся в мире с собой и другими, доколе все идут по их мыслям и желаниям. Но как скоро обстоятельства переменятся, они тотчас падают в смущение и печаль. От развития чувств и мнений часто восстает распы между друзьями и согражданами, между людьми благочестивыми и благоговейными. Трудно оставить застарелую привычку, и никто не любит, чтобы его вели далее, нежели он сам видит. Если ты будешь утверждать все более на собственном разуме и деятельности, нежели на все покоряющей силе Иисуса Христовой, ты едва ли когда-нибудь человеком истинно просвещенным. Ибо Бог хочет, чтобы мы покорились Ему совершенно и пламенной любовью вознеслись превыше всякого разума. Глава 15. О делах любви. Не должно делать зла ни для чего на свете, ни для кого нам любезного, но должно иногда с намерением прерывать и самое доброе дело, или превращать его в другое, лучшее, для пользы нуждающегося. Этим образом доброе дело не отменяется, но перелагается в лучшее. Без любви внешние дела ни к чему не служат, а напротив с любовью и самое малейшее ничтожное дело обращаются нам в истинную пользу, ибо Бог более взирает на побуждение, нежели на действие. Тот много делает, кто много любит, тот много делает, кто свое дело исправно делает, тот свое дело исправно делает, кто более обществу, нежели своей воле служит. Часто кажется нам делом любви то, что в самом себе есть более дело плоти, ибо очень редкая естественная склонность собственная наша воля, надежда какой-либо награды, желание какой-либо личной пользы не вмешивается в дела наши. Тот, кто имеет истинную и совершенную любовь, ни в чем не ищет самого себя, но во всем желает единственной славы Божией. Он никому не завидует, ибо не любит никакой собственной радости и не хочет радоваться в самом себе, но ищет превыше всех благ, в Боге быть блаженным. Никому ничего доброго он не присвояет, но все относит к Богу источнику всех благ и последнему концу, наслаждение коим все святые успокояются. О, кто имел бы одну искру истинной любви, тот почувствовал бы ясно, что все земное исполнено суеты. Глава 16 О снисхождении к недостаткам других. Должно сносить с терпением, чего не можно исправить себе или других, доколе Богу не будет угодно учредить иначе. Подумай, что себе может быть полезнее для испытания и утверждения твоего терпения, без коя все наши заслуги маловажны. Между тем, ты должен смиренно спрашивать Божьей помощи, чтобы перенести тяжесть недостатков твоих скротостью. Если кто был раз или два облечен тобою, тебя не послушает, не спорь и не припирайся с ним, но предай все Богу, да будет его воля, и да прославится он во всех своих рабах, ибо он может приложить и самое зло во благо. Поучайся сносить с терпением недостатки и все слабости других, ибо и ты имеешь их множество, кое сносят другие. Если ты сам себя не можешь устроить, как желаешь, то каким образом хочешь ты переменить других по твоей воле? Мы требуем, чтобы другие были совершенны, а собственных не исправляем недостатков. Мы требуем, чтобы других обличали со строгости, а сами не любим быть обличаемых. Мы охуждаем снисхождение к слабостям других, а сами не любим, чтобы нам в чем-либо отказывали. Мы желаем, чтобы других содержали строгих правил, а сами не любим быть слишком принуждаемых. Из этого открывается сколь редко ближнего нашего мы уравниваем с собою. Если бы все были совершенны, что нам оставалось бы сносить от других для Бога? Но Бог учредил так, чтобы мы получали друг друга тяготы носить, ибо нет никого без недостатка, никого без своего бремени, никого без нужды других, никого довольного для себя мудрого. Поэтому мы должны взаимно друг друга сносить, друг другу помогать, друг другу утешать, наставлять и увещевать. Мера же добродетели каждого наилучше открывается в случае несчастья. Ибо случай не делает человека слабым, но обнаруживает только, каков он есть. Глава 17. о жизни иноческой. Ты должен приучиться во многом побеждать себя, если хочешь жить в мире и согласиться с другими. Немаловажное дело уметь жить в монастырях и сообществах, вести в них себя, не подобая случаям к жалобам, и пребывать в них с верностью до смерти. Счастлив кто проживет в них добродетельно и совершит обед свой благоуспешно. Если ты желаешь твердого преуспевания, признавай себя изгнанником, странником на земле. Ты должен соделаться булым по любви ко Христу, если хочешь провождать жизнь истинно иноческую. Одеяние и посрежение мало приносят пользы. Перемена нравов и совершенное умершление страстей составляет истинного инока. Тот поищет чего-либо другого, кроме единого Бога и спасения души своей, не найдет ничего, кроме напасти и болезни. Тот не может сохранить душевной тишины, кто не старается быть меньшим всех и покорным каждому. Погановаться ты сюда пришел, а не управлять, зная, что ты призван терпеть и трудиться, а не провождать время в праздности и тщетных разглагольствованиях. «Здесь-то люди искушаются и как золото в горниле, здесь никто не может прибыть твердым, кто не решится всем сердцем смирить себя по любви к Богу». Глава 18 о примерах святых отцов. «Возри на живые примеры святых отцов, в которых просияло истинное совершенство и благочестие. Ты увидишь, сколь маловажно и даже ничтожно все то, что мы делаем. Увы, что наша жизнь, когда сравнить ее с их жизнью? Святые мужи и друзья Христовы служили Господу в труде и подвиге, в бдениях, в алжизбе и жажде, в пощениях, в зиме и наготе, в молитвах, в святых размышлениях и во многих гонениях и поруганиях. О, сколь многие тяжкие напасти терпели апостолы, мученики, исповедники, девственники и все другие, ходившие по следам Христовым, они возненавидели души своей в мире тем, да жизнь вечная сохранят их». Какое строго исполнено отречение жизнь провождали святые отцы в пустыне, какие продолжительные и огорчительные искушения они переносили, коль кратно от врага были мучены, сколь теплой молитвы непрестанно приносили они Богу, какое строгое воздержание, какая ревность к духовному преуспеянию, какая жестокая война к укрощению пороков, какое чистое и прямое устремление мыслей к Богу. Они работали днем, а ночь посвящали божественной молитве, хотя и в продолжение работы не переставали они мысленно молиться. Все время свое употребляли они с пользой, часы им казались слишком короткие в беседе их с Богом, и сладость созерцания их заставляла их даже иногда забывать необходимость телесного отдохновения. они отрекали всех богатств, достоинств, чести, друзей и родственников, ничего не желали в мире, едва питались, стянули служать телу даже и в необходимом. Таким образом, они были убоги благами земными, но весьма богаты добродетелями благодатью. Извне в нищете внутри исполнены благодати и божественных утешений. Миры были чужды, но Богу были ближние и присные друзья. Ничтожные и презренны в очах мира и перед собою, но велики и многоценны перед очами Божиими. Они твердо стояли в истинном смирении, жили в простодушном повиновении, ходили в любви и терпении, и потому ежедневно преуспевали в духе и благодати Божией. Они поставлены в образец всем благочестивым и должны возбуждать нас более к преуспеянию, нежели примеры людей хладных к расслаблению. О, сколь велика была ревность всех иноков при начале святого их установления. Какая теплота в молитве, какое соревнование в добродетели, какая строгость в жизни, какое уважение и какая покорность правилу их наставника. Следы их уже запустевшие еще свидетельствуют, что они были люди истинно святые и совершенные, и что беспрестанно сражаясь с миром они его попрали. Ныне и того же считают великим, кто не переступил правила, кто с терпением переносит жизнь самим им избранную. Какое охлаждение и небрежность в нашем состоянии. как скоро уклоняемся мы от прежней ревности и уже находим жизнь нашу несносной по усталости и остуде. Дай Боже, что преуспевание в добродетели совершенно в тебе не погасло, в тебе, который часто ведет многие примеры мужей благоговейных. Глава 19. О упражнениях доброго инока. Жизнь доброго инока должна исполненно добродетелей быть. Он должен быть таков внутри, каковым кажется по наружности. И поистине он еще святее должен быть внутри, нежели извне. Ибо надзиратель наш есть Бог, коего мы должны чтить всегда и на всяком месте и в присутствии его ходить чистотою ангелов. Каждый день мы должны возобновлять первый наш обед и возбуждать себя к ревности так, как бы ныне только начинали наше обращение к Богу. Помоги мне, Господи Боже, должны мы говорить в добром предприятии и в святом Твоем служении. Подай мне, Господи, силу начать по крайней мере ныне совершенно. Ибо все то, что доселе я делал, есть ничто. Преспьяние наше соразмерно нашей решительности и много отчаяния потребно желающим успеть. Если и тот, кто с верностью решился, часто ослабевает, то как достигнет цели тот, кто решится слабо или редко возобновлять свою решительность? Отступление от первых наших предприятий случается различным образом. Самое малейшее упущение в наших упражнениях не проходит без исчерба. Мужи праведные в предприятиях своих более полагаются на благодать Божию, нежели на собственную их мудрость. Во всех начинаниях своих на Бога возлагают они свое упование. Ибо человек предполагает, а Бог располагает. путь человека не во власти человека. Упущение обычного упражнения, когда оно сделано по предлогу благочестия или пользы ближнего, легко можно поправить впоследствии. Но если упущение сделано по лености или унынию мыслей, то оно предосудительное и без вреда не останется. Будем стараться сколь можем. Все еще легко будет упущение во многом. Всегда однако же пропущенное упражнение должно заменять чем-либо определительным, особенно те упражнения, кои пропущены без важных препятствий. Мы должны испытывать и усиждать как внутреннее наше поведение, так и наружное, ибо то и другое содействует нашему преуспеянию. Если не можешь вникать в самого себя непрестанно, вникай по временам и по крайней мере один раз в день, утром и вечером. Утром усиждай твои предприятия, вечером испытывай твое поведение, слова, действия, мысли, занимавшие тебя в течение дня. Может быть, многократно оскорбил ты имя Бога и близнего. Припоявшись, как муж против козни дьявольских чресла, обуздай невоздержан с пищей и питьей, тем удобнее после усмиришь все похотения плоти. Не будь никогда совершенно празден, читай, пиши, молись, размышляй или работай что-либо полезное для общежительства. Должно, однако же, быть разборчивым в упражнениях телесных, они не могут быть и с тем рано свойственны. Не должно обнаруживать тех упражнений, кое не могут быть с теми общими, лучше совершать их втайне. Берегись, однако же, быть ленивым упражнениях общих и слишком привязанным к упражнениям особенным. Но когда исполнишь с верностью и усердием все должно и правилам положено, и когда за всем останется у тебя свободное время, тогда можешь придать особенному движению твоей ревности. Не все могут заниматься одинаковыми упражнениями, одно из них может быть свойственно одному, другое другому. Можно также и переменять упражнения по приличию времени, и некоторые из них приятнее отправлять во одни праздничные, другие во одни обыкновенные. Они полезны во время искушения одни, другие во время мира и спокойствия. Есть размышления приличные во времени и печали, другие во время радости в Господе. При наступлении главных праздников должно возобновлять благочестивые упражнения и с большей ревности спрашивать помощи святых. От одного праздника до другого мы должны полагать благие намерения так, как бы надлежало нам в течение всего времени оставить себе мир и перейти к вечному празднику. И для того, во дни особенно благоговению посвященные мы должны тщательно приготавлять себя, жить в благоговении и все правила наблюдать с большей строгостью и так, как бы мы готовились вскоре получить от Бога мзду трудов наших. И если время этого возмездия еще не настало, мы должны верить, что мы еще не успели ни приготовиться, ни соделаться достойно металикой славы, которая откроет нам Бог во время предопределенное. Мы должны стараться лучше приготовиться к исходу. Блажен говорит святой евангелист Лука раб тот, которого Господь пришед найдет бодрствующим. Аминь, говорю вам, над всем имением своим поставить его. Глава 20 О любви к уединению и молчанию. Извиски и время удобно к размышлению о самом себе и часто помышляя о благодеяниях к тебе Божьих. Оставь любопытное, читай такие книги, которые более производят сердечное сокрушение, нежели знания, нежели занятия. Если откажешься от разговоров излишних, от посещений праздных, от новостей и слухов, то найдешь довольно удобного времени к благочестивым размышлениям. Великие святости мужу уклонялись от сообщества людей, когда только могли и предпочитали жить для Бога в уединении. Некто сказал, «Всякий раз, когда я бываю между людьми, я возвращаюсь к себе менее человеком». Мы часто испытываем эту истину после продолжительных бесед. «Легче совсем молчать, нежели не говорить излишнего». «Легче укрываться от сообщества, нежели блюсти себя в нем, как должно». Итак, кто желает достигнуть жизни внутренней и духовной, тот должен, по примеру Иисусу, уклоняться от толпы. «Никто безопасным не является в свете, если не любит быть в уединении». «Никто безопасно не говорит, если не любит молчать». «Никто безопасно не начальствует, если не любит зависеть». «Никто безопасно не повелевает, если не научился повиноваться». «Никто безопасно не веселится, если не имеет в себе свидетельство доброй совести». «Безопасность святых всегда была исполнена страха Божия». «Сияя великими добродетелями и благодатью, они, тем не менее, бодрствовали и смирялись». «Безопасность злых рождается от гордости их и надменности и, наконец, превращается в обольщение им самим». «Никогда не обещавай себе совершенной безопасности в этой жизни, хотя бы ты казался самым себе добрым иноком или благоговерным пустынником». «Часто лучшие в мнении человеческом люди подвергали добродетельство и великим опасностям по излишнему себе доверию. Потому то многим весьма полезно быть часто в искушении и терпеть напасти, дабы слишком не быть безопасными, дабы не возгордиться и не предаться с излишеством внешним утешением». «О, в какой чистоте сохранили бы мы совесть свою, если бы никогда не искали приходящих радостей, никогда не занимались миром! О, какую тишину и спокойствие имел бы тот, кто оттер во всякое суетное попечение, кто размышлял бы только о вещах спасительных и божественных и все упование свое полагал бы на Бога! Тот не может быть достоин небесных утешений, кто с отчанием не упражнялся в святом сердечном сокрушении. Если хочешь быть проникнут сокрушением до глубины сердца, войди в уединенную твою храмину, удались от шум мирского по Писанию, на ложах ваших умилитесье. В келье твоей найдешь, что в ней ее часто потеряешь. В келье приятно, кто в ней постоянно прибыла и скучна, кто часто ее оставляет. Если в начале твоего обращения ты пребудешь в ней с твердостью, она соделается впоследствии твоим верным другом и сладчайшим утешением. В молчании и покое преуспевает душа благочестивая и научается тайным писаний. Там обретает она токи слез, коими омывается и ощущается повсеночно. Там к Творцу своему она становится тем приближеннее, чем далее стоит от всякого шума мирского. Кто отлучает себя от знакомых и друзей, к тому Бог приближается со святыми ангелами. Лучше быть незнаемым и пищить о душе своей, нежели творить чудеса и пренебречь самого себя. Похвально иноку редко являться в мире, убегать, быть видимым и даже не желать видеть людей. Для чего хочешь видеть, чего не должно иметь, и мир приходит, и похоть его. Желания чувственно влекут к прогулкам, но когда час пройдет, что другое возвращаясь, приносишь ты с собой, как только бремя совести и растения и сердца. Выходя с удовольствием, часто возвращается с печалью, и веселый полный вечер ведет за собой прискорбное утро. Так всякая чувственная радость сходит с приятностью, но после уязвляет и губит. Что можешь ты видеть где-то, чего не видишь здесь? Вот небо, вот земля и все стихии, и из них все сотворено. Что можешь ты где-либо видеть постоянное под солнцем? Ты думаешь, может быть насытиться? Никогда этого не достигнешь. Когда бы одним зором объял ты все сущее в мире, чтобы другие другое увидел ты, как суетный призрак. Возведи очи твоих Богу на небеса и молись, чтобы простил Он тебе твои согрешения и небрежность. Оставь суетным и суетным и занимайся тем, что Бог тебе повелел. Затвори двери твои за собой и призови Иисуса возлюбленного тобою. Прибывай с ним к твоей и в твоей келье, ибо нигде не найдешь ты мира столь совершенного. Лучше сохранил бы ты сей мир, если бы не выходил и не внимал бы мирским слухам. Как скоро будешь с удовольствием слушать новости, сердце того, что и необходимо будет смущение. Глава 21 О сердечном сокрушении Если желаешь иметь какой-либо успех во спасении, сохраняй себя в страхе Божием. Не дозволяй себе излишней свободы, но покоряй все чувства твои правилу и не предавайся нескромному веселью. Придай себя сердечному сокрушению и обрящаешь благозавение. Сокрушение сердечное приносит душе многие блага, кое скоро расточает небрежная растеянность. Дивно как человек может жизни сей предавать о совершенном радости, когда размыслит и познает свое изгнание и опасности и душу его оближащую. По единому легкомыслию невнимательности к нашим недостаткам, нечувствуем мы болезни души нашей. Часто мы даже смеемся тогда, когда должно было бы плакать. Нет истинной свободы и прочной радости, как только в страхе Божием с доброй совестью. Счастлив, кто может удалить от себя все препоны развлечения и привез себя к единству святого сердечного сокрушения. Счастлив, кто отметает от себя все, что может очернить или обременить его совесть. Сражайся мужественно, привычки превозмогаются привычкою. Если ты умеешь оставить людей, скоро сами они оставят тебя делать, что хочешь. Не привлекай к себе дел чужих и не мешайся в дела высших. Всегда наипаче стереги самого себя, получай себя прежде, нежели можешь получать своих друзей. Не скорби, если люди тебе неблагоприятствуют, но скорби о том, что поведение твое еще недовольно правило, правильно и осторожно, как бы приличным было звание слуги Божия и усердного инока. Часто бывает, что для нас полезнее и надежнее не иметь всей жизни много утешений, и особо для утешений плотских. Мы сами в том виновны, если не чувствуем утешений божественных или чувствуем их редко. Это от того, что мы не ищем сердечного сокрушения и не совсем отметаем тщетное утешение внешнее, признавая себя недостойным божественных утешений и, напротив, достойным многих огорчений. Когда человек имеет истинное сердечное сокрушение, тогда весь мир для него тягостен и огорчителен. Человек добродетельно легко находит причину горести и слезам. Ибо взирает ли он на самого себя или на близнего, он чувствует, что никто не может здесь жить без скорбей, без горести. И чем строже себя разбирает, тем более болезнует. Предмет истинной скорби и внутреннего сокрушения суть грехи и пороки, коим мы столько обременены, что редко можем возвышаться к озерцанию вещей небесных. Если б ты чаще думал о твоей смерти, нежели о долготе жизни, то без сомнения с большей ревностью трудился бы в исправлении себя. Если б ты рассуждал о будущих казнях ада или чистилища, ты превозносил бы, переносил бы, думал без растаний труд и болезни и не боялся бы никакой строгости. Западная церковь принимает частилища под смертью. Но как мысли сильно проникают в сердце и мы привязаны еще к прелестям мира, то и остаемся хладны и весьма ленивы. Часто по единому оскурению духа скорби в жалобах бедное тело. Молись же, смиренно Богу, да подай тебе дух сокрушения и говори с пророком Господи, напитай нас хлебом слезным и напои нас слезами в меру. Глава 22 о том, что должно размышлять о бедности человеческой. Всегда и везде будешь ты беден, если не обратишься к Богу. Для чего смущаешься неудачами? Кому все удавалось? Ни тебе, ни мне, никому на земле. Нет на свете человека, который бы не имел какого-либо прискорбия или огорчения, хотя бы он был государь или папа. Кому всех выше? Без сомнений тому, кто может нечто потерпеть и для Бога. Люди слабые и немощные говорят, вот как человек все счастлив в своей жизни, как он богат, как важен, как силен и как возвышен. Но обрати взор твой на благо небесное и увидишь, что все блага эти земные. Суть ничто, ты увидишь, сколько они неверны и сколь тягостны, ибо никто не обладает ими без страха и заботы. Счастье человека не состоит в избытке благ временных, довольна ему посредственность. Жить на земле есть уже истинное бедствие. Чем человек желает быть духовнее, тем более настоящая жизнь сделается ему прискорбную, ибо тем лучше и яснее он чувствует человеческое повреждение. Есть, пить, водорство, спать, покоиться, трудиться и подлежать другим естественным нуждам, все это поистине великое есть бедствие и мучение для человека благоговейного, который желал бы сердечно от всего этого разрешиться и быть свободным от всякого греха. Внутренний человек подавлен в этом мире под тяжести нужд телесных, для этого это пророк с умилением и спрашивает избавление от них, говоря, Господи, от нужд моих изведи меня, но горе не внимающим своей бедности, горе еще более тем, которые любят эту жизнь бедственную и тленную. Есть люди столько привязанные к ней, что если бы они могли здесь жить всегда, снизкивая трудом или милостями, едва нужны себе пропитания, они не думали бы и о царстве Божьем. О, безумные и неверные сердцем, столь глубоко погрязшие в похотях земных, что не мыслит ни о чем, кроме плотскола. Но бедные эти наконец узнают со скорби, сколь презренно и ничтожно было то, что они любили. Напротив, святые Божии и все благоговейные друзья Христовы не внимали тому, что уготовано плоти или блистало во времени. Все взоры их и надежды обращены были к вечному благу. Все их желание устремлялось в горе к милу неприменяемому и невидимому, дабы любовь к видимому не могла привлечь их долгу. Не теряй, любезный брат, надежды успеха в духовной жизни, ты еще имеешь время и час. Для чего отлагать со дня на день свое предприятие? Восстань, начни теперь же и скажи, настало время действовать, ныне время сражаться, ныне время исправляться. Когда ты немощен и скорбен, тогда-то и время служить с отличием. Тебе должно перейти огонь и воду прежде, нежели достигнешь места прохлады. Без насилия себе ты не победишь порока. Да коли вносим мы это бренное тело, мы не можем быть без греха, ни жить без скуки и болезни. Мы желали бы успокоиться от всех бедствий, но потеряв неинность грехом, потеряли нам иметь терпение и ожидать милосердия Божия. Да коли перейдет беззаконие и мертвенное будет пожрано жизнью. О, сколь велика слабость человека и преклонность его к порокам. Сегодня исповедуешься на грехах твоих, а завтра в те же грехи впадаешь. Теперь решишься быть осторожным, а час спустя поступаешь так, как бы никогда о том не думал. По всей же справедливости мы всегда должны смиряться и никогда не иметь о себе высокого мнения, зная, сколь мы слабы и непостоянны. Мы можем потерять в одно мгновение то, что с помощью благодати приобрели великим и продолжительным трудом. Что будем мы при конце дня, если мы холодны с самого утра? Горе нам, если расположимся предать всем покою так, как бы мы уже достигли мира и безопасности, между тем, как в поведении нашем нет еще и следа истинной святости. Нас должно было бы снова приезжать к добрым правилам, как новых воспитанников, в надежде, что, может быть, мы исправимся и успеем в духовной жизни. глава 23 о размышлении о смерти. Весьма скоро тебя здесь не будет. Итак, рассмотри твое положение. Человек сегодня жив, а завтра его нет. Когда же нет его перед глазами, то скоро и память о нем исчезнет. А о бесчувствии и ожесточении человеческого сердца занято только настоящим и не текущимся а будущим. Ты должен во всех твоих делах и помышлениях так себя располагать, как бы тебе надлежалось сегодня умереть. Если бы совесть твоя была чиста, ты немного боялся бы смерти. Лучше бы убегать греха, нежели страшиться смерти. Если ты не готов сегодня, то как будешь готов завтра? За утро неизвестно, и как знать, будешь ли ты иметь его? Какая нам польза жить долго, когда мы столь мало исправляемся? Долговременная жизнь не всегда служит к исправлению, часто она умножает только вину. Дай Бог, чтобы мы хоть один день прожили здесь забродительно. Многие исчисляют, сколько уже лет провели они в обращении к Богу, но часто плод их обращения бывает если страшно умирать, то может быть еще опаснее жить долго. Счастье, кто непрестанно имеет перед очами, часто смертно, и каждый день располагается умереть. Если тебе случалось видеть человека, умирающего, по мысли, что и ты точно пойдешь той же дорогой, помышляй поутру, что ты не проживешь до вечера, помышляй по вечеру, что не доживешь до утра, будь таким образом всегда готов и живи так, чтобы смерть никогда не застала тебя нечаянно. Многие умирают скоропостижно, ибо в который час не думайте, Сын человеческий придет. Когда же этот час последний настанет, тогда будешь ты совсем иначе судить о всей твоей прошедшей жизни. Тогда будешь ты жалеть о твоем небрежении и послаблении. Сколь счастлив и благоразумен, кто теперь старается жить так, как бы желал он быть при смерти. Ибо великую уверенность при смерти может нам дать совершенное презрение мира, желая ревность преуспеянию добродетели, любовь к порядку, труд покаяния, готовность к повиновению, отвержение самого себя и терпение всех несчастья по любви к Иисусу Христу. Ты можешь совершить много добрых дел, быть здоровым, но больной не зная, что ты можешь. Редки исправляются в болезни, так как странствующих святым местам редко делаются святее. Не надейся ни на друзей твоих, ни на ближних и не отлагай дело спасения твоего вдаль, ибо люди забудут тебя прежде, нежели ты думаешь. Выше теперь же благовременно приготовиться и предпослать вперед несколько добрых дел, нежели надеяться на помощь других. Если теперь ты не заботишься о себе, то кто будет заботиться о тебе в будущем? Ныне время весьма драгоценная, ныне дни спасения, ныне время благоприятное. Но, увы, ты не заботишься употреблять время это в пользу, не ищешь заслужить в настоящем, чтобы жить вечно в будущем. Придет время, когда пожелаешь иметь еще один день, еще один час, чтобы исправиться, и не знаю, будешь ли иметь его. Посмотри, возлюбленный, от какой опасности, от какого ужаса можешь ты себя избавить одним страхом и непрерывным ожиданием смерти. Старайся ныне так же, чтобы в час смерти более радоваться, нежели бояться. Учись ныне умирать миру, чтобы тогда начать жить со Христом. Учись ныне презирать все, чтобы тогда идти свободно ко Христу. Наказывай ныне тело твое покаянием, чтобы тогда иметь твердую уверенность. Безрассудный. Как можешь ты обещать себе долго жить, когда ни в одном дне не можешь быть уверен? Скоро, многие были обмануты и нечаянно похищены от мира. Сколько раз сам ты слыхал? Такой-то убит мечом, такой-то утонул, такой-то упал и проломил себе голову, такой-то умер за столом, такой-то среди игры. Один погиб от огня, другой от меча, тот образ смерти есть конец всему, и жизнь человеческой приходит как тень. Кто вспомнит о тебе по смерти твоей, кто будет молиться о тебе? Теперь, теперь, возлюбленный, спеши делать все, что ты можешь, ибо ты не знаешь ни времени твоей смерти, ни ее последствий. Да, коли есть время, собирай сокровища негибности. Не мысли ни о чем, как только о твоем спасении. Не занимайся ничем, как только вещами божественными. Теперь готовь себе друзей почтением к святым и подражанием делам их, да после смерти твоей воспримут тебя в обители вечные. Признавай себя на этой земле странникам и пришельцам, коему чужды все дела этого мира. Храни сердце твое свободным и возвышенным в горне к Богу, ибо ты не имеешь здесь пребывающего града. Туда высылай каждый день твои молитвы, твои стинания и слезы, да после смерти дух твой будет достоин перейти к Господу. Аминь. Глава 24 О суде и казни грешников Во всех вещах взирай на их конец. И как тебе предстать перед строгим судьею, от коего ничто не может быть сокрыто, который не умилостивляется дарами, не приемлет извинений, но судит по правде. Бедный и безрассудный грешник, что будешь ты отвечать Богу, ведущему все твои беззакония, ты, который нередко трепещешь и перед человеком гневным. Для чего ныне не приуготовляешься ты на день судный, где некому уже тебя будет ни извинить, ни защитить? Каждый будет иметь тогда свое бремя. Ныне работа твоя может быть полезна, слезы твои благоприятны, твои стена неуслышанны, скорбь твоя благоугодна и очистительна. Человек терпеливый, велико и спасительное проходит здесь в честилище, когда был обидим, он более скорбит о злобе других, нежели о собственной своей обиде, когда молится с любовью о врагах своих и прощает им от глубины сердца, когда готов извиняться перед другими, когда удобнее жалеет, нежели гневается, когда часто делает самому себе насилие и старается всемирно плоть покорить духу. Лучше теперь ощущать свои грехи и исправлять себя в пороках, нежели отлагать ощущения их до будущей жизни. Поистине, мы обманываем самих себя безмерной привязанности к плоти. Что другое будет сожигать тот огонь, как не грехи твои? Чем более будешь ныне щадить себя и предаваться влечениям плоти, тем строже будет казнь твоя, тем более пищи огню. Чем кто согрешал, тем и будет наказываем. Там ленивые будут ездлены горящими бичами, невоздержанные будут чувствовать голод и жажду неутолимую, сладострастные и походовые погружены будут в горящую смолу и смрадную серу, завистливые среди жестоких болезней будут выть, как беснующие сердцы. Не будет ни одного порока, который бы не имел своей казни. Горделивые будут там покрыты стыдом, серебролюбивые самой крайней бедности. Один час муки там будет не сноски, нежели здесь целое столетие самого строгого наказания. Не будет там ни отрады, ни утешения осужденным. Не так, как здесь, где можно иногда найти некоторое вдохновение и иметь утешение от друзей своих. ныне пекись и болезни о грехах твоих, дабы в день суда быть упокоен с блаженными. Ибо тогда станет в дерзновении многие праведники перед лицом оскорбивших его и придиравших его. Тогда восстанет и будет судить тот, кто ныне покоряется со смирением суду человеческому. Этот бедный и смиренный будет иметь великое дерзновение, а гордого обнимет страх. Тогда явится, что был мудр всем мире тот, кто научился быть безумным и презренным для Христа. Тогда всякое прискорби, перенесенное с терпением, будет приятно и напротив всякое беззаконие заградит себе уста. тогда всякий благочестивый возрадуется и всякий нечестивый будет в печали. Тогда плоть изнуренная вознеселится более, нежели когда бы она здесь непрестанно была в наслаждениях. Тогда просияет одежда грубая и потемнеет одеяние тонкое. Тогда бедная хижина более будет восхваляема, нежели ныне чертоги позлощенная. Тогда полезнее будет постоянное терпение, нежели ныне все миры сего могущества. Тогда более превознесется простое повиновение, нежели ныне вся хитрость этого века. Тогда более возврата чистота доброй совести, нежели ныне ученая философия. Тогда презрение богатств более будет уважено, нежели ныне все богатства земные. Тогда более найдешь утешение, что провождал время в усердной молитве, нежели ныне вкушая сладкую пищу. Тогда почувствуешь более радости, что хранил молчание, нежели ныне утешался продолжительной беседой. Тогда добрые дела будут более иметь вес, а нежели ныне множество изящных слов. Тогда строгая жизнь и тяжкое покаяние будут приятнее, ныне все удовольствия земные. Учись ныне терпеть легкие наказания, дабы тогда избежать тягчайших. Здесь испытай, что можешь ты в будущем. Если здесь что-ли мало можешь перенесть, то как стерпишь вечные мучения. Если ныне малейшее страдание приводит тебя в нетерпеливость, то что будет в гиене? Поистине ты не можешь иметь совокупно двух радостей, наслаждаться здесь и в мире и после царствовать со Христом. Если бы до сегодня жил непрерывно в почестях и удовольствии, к чему бы послужило тебе все это, когда бы тебе случилось умереть в это мгновение? Все есть суета, кроме любви к Богу и служения Ему одному. Кто любит Бога всем сердцем, тот не боится ни смерти, ни мучений, ни суда, ни ада, ибо любовь совершенная отверзает нам верный доступ к Богу. Напротив, кто находит еще удовольствие во грехе, тот естественно должен бояться смерти и суда. Полезно однако же, чтобы если не любовь к Богу, то по крайней мере страх будущих мучений удерживал тебя от зла. Кто же оставляет страх Божий, тот не может долго пребывать в добре, но скоро падет сети дьявола. Глава 25-я о ревностном исправлении всей нашей жизни. Будь бодр и верен в служении Богу и воспоминай часто, для чего ты сюда пришел и для чего оставил мир. Не для того ли, чтобы жить Богу и соделаться духовным человеком. Итак, будь исполнен ревности к преуспеянию твоим, ибо скоро получишь воздаяние за труды твои. И в последнее твоя не будет уже ни болезни, ни страха. Настоящий труд твой непродолжителен, а за ним последует успокоение и даже радость вечная. Если ты пребудешь верен и ревностен в деле, Бог будет верен и щедр в награде. Ты должен иметь твердую надежду получить эту награду, но не должен тем себя обеспечивать, дабы не впасть в леность или надменность, некто часто колеблемый между страхом и надеждой, быв некогда удручен скорби, повержившись в молитве перед алтарем церковным, сказал в самом себе эти слова, если б я знал, что я пребуду твердым, и тоже мгновение услышал внутрь себя сей божественный ответ, если б ты это знал, то что бы ты тогда делал, так поступай же теперь так, как бы ты поступал тогда и будешь в совершенной безопасности. Этим ответом, быв утешен и укреплен, он предал себя воле Божией, и все его беспокойное колебание пристало. Он не хотел более испытывать, что с ним случится, но более принадлежал познать, в чем состоит воля Божия, благоугодная и совершенная на всякое дело благое в начатии его и совершении. «Уповай на Господа и твори благостынь, говорит пророк, и населишь земли и упасешься в богатстве ее». Страх трудностей и малодуши в подвиге сражения есть одно из главных препятствий в преуспеянии и ревностном исправлении. В самом деле, те более других успевают добродетели, которые с большей твердостью силятся победить все то, что наиболее предоставляется трудным и противным склонностям. Ибо человек тем более успевает в добре и тем обильнейше получает благодать, чем более он побеждает и в духе умершляет самого себя. Труд побеждать и умершлять себя не для всех однако же равен. Но ревностный и подвижник более в этом успеет, хотя бы страсти его были сильнее и неукротимее, нежели другой, который при добрых нравах менее однако же имеет ревности к добродетелю. Две вещи особенно содействуют совершенному совершенству исправления и сторнуть себя с насилием от тех порочных склонностей, коей наиболее нам свойственны, и решиться с ревностью достигнуть той добродетели, которая нам более не достает. Старайся также с великим чанем избегать и побеждать в себе те свойства, которые наиболее тебе кажутся противными в других. Пользуйся всеми случаями к листуяний твоему. Если ты видишь или слышишь добрые примеры, воспламеняйся ими к подражанию. Напротив, если встретишь нечто предосудительное в других, старайся сам того избегнуть, или если ты пал, старайся скорее восстать. Как ты примечаешь за другими, так и они примечают за тобою. Как сладостно и приятно видеть братья ревностных, благочестивых, строгих блюстителей порядка в жизни и нравах. Сколь прискодно напротив видеть их внеустройстве и внебрежении их звания. Сколь пагубно не родите исполнение обязанностей своего состояния и заниматься делами нам непорученными. Помни конец, который ты себе предположил и представляй себе образ распятого. Размышляя о жизни Иисуса Христа, ты должен стыдиться, что жизнь твоя столь еще малосообразна жизни его, хотя и давно уже ты стоишь на пути к Богу. Инок, размышляющий со вниманием и благоговением о пресвятой жизни и страдании Господа, найдет в этом размышлении все, что ему полезно и нужно, и нет ему причины искать чего-нибудь лучшего вне Иисуса. О, если бы распятый Иисус проник в наше сердце, мы скоро бы всему нужному научились. Итак, Инок ревностный приемлет на себя и исполняет с радостью все, что ему поручают. Иноку слабому и хладному все кажется трудно и озорчительно, ибо он лишен утешений внутренних, а внешние ему запрещены. Инок, удаляющийся от установленного правила, подвергает себе опасности великого падения. Тот, кто ищет послабление и смягчение всегда будет смущение, ибо всегда или то, или другое будет ему противно. Как же поступают многие другие иноки, живущие в монастырях под правилом строгим? Они выходят редко, живут в уединении, питаются бедно, одеваются грубо, работают много, говорят мало, бодрствуют поздно, встают рано, молятся продолжительно, часто читают и сохраняют себя в совершенном порядке. Смотри, как разные ордены иноков и иноки возносят к Богу всеночные их пения. И потому стыдно тебе в деле столь святом быть ленивым, в то время, как множество других монашествующих в радости приносят хвалы их к Богу. О, если бы не было никакого другого в жизни не дела, как только хвалить устами и сердцем Господа. О, ежели бы не имел ты нужды ни есть, ни пить, ни спать, но всегда восхвалял бы Бога и упражнялся бы в делах духовных, тогда был бы ты счастливее, нежели теперь, когда ты покорен всем нуждам телесным. Дай Боже, чтобы нужды эти для нас не существовали, и чтобы мы насыщались единой пищей духовной пищей, которую, увы, довольно редко мы спушаем. Когда человек достигнет того, чтобы не искать утешения ни в какой твари, тогда только начнет он находить совершенное усложнение в Боге, тогда он будет доволен всем, что не спустится. Он не будет тогда радоваться имея много, не печалиться имея мало, но придаст себя совершенно и в полной уверенности Богу, который для этого будет все во всех, перед которым ничто не исчезает и не умирает, для кого вся жизнь и которого мановению все повинуется неуклонно. Помни всегда твой конец, помни, что время потерянное уже не возвратится, без попечения и прилежания никогда не приобряешь добродетели. Как скоро начнешь хладеть, начнешь и беспокоиться. Но с умножением ревности ты будешь чувствовать в себе мир и благодать Божия и любовь к добродетели сделают работу твоей легкой. Человек ревностный и тщательный готов на все. Труднее противостоять порокам и страстям, нежели переносить телесные труды. Кто не бледет себе от малых погрешностей, тот постепенно падает и в большее. Всегда будешь чувствовать радость к вечеру, если день провел с пользою. Бледи самого себя, ободряй самого себя, остерегай самого себя, и что бы ни делали другие, ты пекись о самом себе. Столько успеешь, сколько себе сделаешь насилие. о подражании Христу. Книга вторая наставление, руководствующее ко внутренней жизни. Глава первая о внутренней беседе. Царствие Божие в вас есть, говорит Господь. Обратись всем сердцем к Господу, оставь этот бедственный мир, и душа твоя найдет в покой. Учись презирать вещи внешние и предаваться внутренним, и узришь царствие Божие грядущее к тебе. Ибо царствие Божие есть мир и радость в Духе Святом, радость которой не могут вкушать нечестивые. Придет к тебе Христос со всеми своими утешениями, если только приготовишь внутрь себя достойное Его жилище. Вся слава и изящество Его внутри, и там почивает Ему благоугодно. Часто он посещает внутреннего человека, беседует с ним в сладость, исполняет его утешением, дарует ему обильно мир и обращается с ним с удивительным дружеством. Восстань, душа верная, приготовь сердце твое этому жениху, да придет к тебе и в тебе да обитает. Это слова Его. Если кто любит меня, сволу мое соблюдет, и отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и будем вечерять с Ним. Итак, очисти место в сердце твоем Христу и затвори вход всему другому. Если ты будешь обладать Христом, ты будешь богат, и Он один тебе давлеет. Он сам будет промышлять о всем тебе потребном так, что не будет тебе нужды ожидать чего-либо от людей. Люди скоро изменяются, и помощь их оскудевают. Но Христос пребывает вовеки и предстоит твердо даже до конца. Не должно много надеяться на человека бренного и смертного. Сколько бы он ни был нам любезен и полезен, не должно даже много огорчаться его неприязнью или противодействием. Кто сегодня стоит за тебя, то завтра может быть против тебя. Люди переменяются, как ветер. Возложи все твое упование на Бога, да будет он единственным предметом и страха твоего и любви. Он станет за тебя, когда нужно, и обратит все в твою пользу. Ты не имеешь здесь пребывающего града, и где бы ты ни был, помни, что ты здесь пришлец и странник. Никогда не будешь иметь покоя, доколе не достигнешь внутреннего соединения со Христом. А что здесь озираешься вокруг себя, когда не здесь место твоего упокоения? На небеси должно быть твое пребывание, а на вещи земные ты должен взглянуть только мимоходом. Они все приходят, и ты с ними. Берегись к ним прилепляться, да не будешь уловлен и погибнешь. Ко Всевышнему добудет помышление твое, и молитва твоя ко Христу да обращается непрестанно. Если ты не можешь иметь созерцаний высших и небесных, почивай в страдании Христа, живи с удовольствием в священных его язвах. Если ты будешь прибегать к священным и драгоценным этим язвам, ты будешь находить в скорби твоей великое укрепление, не будешь заботиться о презрении людей и легко будешь сносить из злословия. Христос был также в мире презираем человеком и в великой нужде, среди поруганий, оставлен был знаемыми и друзьями. Христос благоизволил страдать и быть презираем, и ты смеешь жаловаться на что-нибудь. Христос имел неприятелей и клеветников, и ты хочешь иметь всех твоими друзьями и благотворителями. За что венчано будет твое терпение, когда не будешь иметь несчастье? Каким образом хочешь ты быть другом Христовым, когда не хочешь ничего терпеть? Терпи постоянно со Христом и за Христа, когда хочешь царствовать со Христом. Если бы ты хотя однажды совершенно вошел во внутреннее чувство Иисуса и хотя немного познал бы Его пламенеющую любовь, не заботился бы ты ни о пользах твоих, ни о вреде, ты радовался бы даже быть в поношении, ибо любовь Иисуса заставляет человека презирать самого себя. Кто любит Иисуса и истину, кто действительно углублен во внутреннее и свободен от неправильных привязанностей, о, тот может свободно обращаться к Богу, возноситься духом превыше самого себя и покоиться усладительно. Кто судит о вещах по существу их, а не по мнениям и сказаниям человеческим, тот истинно мудр и научен более от Бога, нежели от людей. Кто умеет ходить путем внутренним и мало уважает внешности, тот не ищет места и не ожидает времени для благоговейных упражнений. Человек внутрь не всегда удобно собирается с мыслями, ибо никогда весь не растеивается во внешностях. Ему не мешает внешний труд и необходимое на время упражнение. Он приспособляет себя ко всему, что не случается. Кто внутрь себя благоустроен, тот не печется о чудных и развратных деяниях человеческих. Человек рассеивается и затрудняется по мере того, как он вещи к себе привлекает. Если бы ты был благоустроен и чист, все было бы тебе на пользу и в постешении. Многие вещи для того тебе не нравятся и часто тебя смущают, что ты не умер еще совершенно самому себе и не отделил себя от всего земного. Ничто столько не оскверняет и не затрудняет сердце человеческого, как нечистая любовь к тварям. Когда ты отречешься от внешних утешений, тогда возможешь созерцать вещи небесные и часто радоваться внутренне. Глава вторая о смиренной покорности. Немного уважай, кто стоит за тебя или кто против тебя, но старайся, чтоб Бог был с тобой во всем, что ты не делаешь. имей совесть добрую и Бог тебе защитит. Ибо кому Бог помогает, тому никакая человеческая злоба вредить не может. Ты познаешь достоверностью Божьей помощь, если умеешь молчать и страдать. Бог знает когда и каким образом тебя избавить, и потому ты должен всего себя ему оставить. Ему принадлежит пособлять и освобождать от всякого смущения. Нам часто бывает полезно, чтобы другие знали наши недостатки и нас в них укоряли, дабы тем сохранить нас в большем смирении. Когда человек смиряется, видя сам свои недостатки, тогда он скоро примиряет себе других и леко удовлетворяет их гневу. Смиренного Бог покровительствует и спасает, смиренного любит и утешает, смиренному преклоняется, смиренного исполняет обильно своей благодатью, и по унижении его воздвигает славу. Смиренному открывает свои тайны и сладостно влечет его к себе и приглашает. Смиренный во всех смятениях жизни сохраняет в душе свое спокойствие, ибо стоит в Боге, а не в мире. Не думай, что ты, малейший, сделал шаг к совершенству, если не признаешь себя ниже всех. Глава третья о добродушном миролюбивом человеке. Прежде всего утверди сам себя в мире, и тогда можешь ты умерять других. Человек миротворный полезнее ученого. Человек объятый страстью, самое доброе обращает зло и охотно верит в злу. Человек добродушный миролюбивый все обращает в добрую сторону. Кто сам в мире с собой, тот не подозревает других. Но кто неспокоен и недоволен собою, тот непрестанно волнуется разными подозрениями. Он сам не в покое и других в покое не оставляет. Он часто говорит, чего бы говорить не надлежало, и оставляет, что было бы ему более полезно. Срок к обязанностям других он пренебрегает свои. Обрати прежде всего ревность твоей на самого себя. После уже можешь справедливо обращать ее и на ближнего. Ты умеешь собственные твои дела украшать и оправдывать, и не хочешь принять извинения от других. Справедливее было бы обвинять самого себя и извинять брата твоего. Если хочешь быть терпим, терпи других. Видишь, как ты еще далек от истинной любви и смирения. Смиренный не может негодовать и гнивать, как только на самого себя. Невеликое дело жить в мире с людьми честными и миролюбивыми. Это всякому нравится. Всякий любит так же и всякий любит тех, кое с ним единомысленно. Но жить в мире с людьми жестоконравными и злыми, с людьми развратными и сварливыми, это есть действие великой благодати и весьма достохвальный и мужественный подвиг. Есть люди, которые умеют быть в мире и с собой и с другими. Есть другие, которые не могут иметь мира ни с собой и ни с другими, а не всем в тягость, а более еще самим себе. Есть наконец люди, которые сами наслаждаются миром и других стараются обратить к миру. Впрочем, в этой бедственной жизни мир нас состоит более в том, чтобы терпеть со смирением, нежели не чувствовать противности. Кто более умеет терпеть, тот более наслаждаться будет и миром. Сей есть победитель самого себя, обладатель мира, друг Христов и наследник неба. Глава 4. О чистоте сердца и простоте намерений. Человек имеет два крыла, на которых может воспарить от вещей земных простоту и чистоту. Простота должна быть в намерении, а чистота в привязанности. Простота ищет Бога, а чистота Его объемлет и им наслаждается. Никакое доброе дело не будет тебе трудно, если ты внутренне будешь свободен от всякой превратной привязанности. Ты будешь свободен внутренне, когда не станешь желать и искать ничего другого, как только угождений Богу и пользы близнему. Если бы сердце твое было прямо, тогда все твари служили бы тебе зеркалом жизни и книгой святого поучения. Нет твари столь малой и столь низкой, чтобы она не представляла в себе образа Божьей благости. Если б ты был во внутренности твоей чист и добр, тогда ты все видел бы беспрепятственно и понимал бы правильно. сердце чистое проникает в небо и преисподнюю. Каждая о вещах внешних судит по внутреннему своему расположению. Если есть в мире какая-либо радость, то без сомнения обладает ею сердце чистое. Если есть скорбь и болезнь, то она наиболее известна злой совести. Как железо, вверженное в огонь, теряет ржу и делается все раскаленным, так человек, Богу совершенно предавшийся, слагает в себя леность и превращается в нового человека. Когда человек начинает впадать в охлаждение, тогда и малейшего труда боится и с удовольствием приемлет внешнее утешение. Но когда он начинает побеждать себя совершенно и ходить с мужеством в путях божественных, тогда то же самое, что казалось ему прежде тягостным, становится менее трудным. Глава пятая о воззрении на самого себя. Мы не должны слишком много доверять тебе, ибо часто нет в нас благодати и разумения. Мы имеем мало света, и все малое часто теряем по нашей беспечности. Часто даже мы не примечаем нашего внутреннего ослепления. Часто поступаем мы худо, еще хуже себя извиняем. Иногда действуем и по страсти, а думаем, что движемся усердием. Обличаем других в малых погрешностях, а в себе пропускаем великие. Тот чувствуем невесим, что других терпим, но что они от нас терпят, того не примечаем. Тот, кто испытывал бы себя часто и беспристрастно, не стал бы осуждать других. Человек внутренне предпочитает попечение о себе самому всякому другому, и кто о себе привежно внимает, тот легко молчит о других. Никогда не будешь внутренним и благозавеенным, если не будешь вынимать себе и молчать о других. Если ты занят Богом и собою, то все вне тебя сущее мало будет иметь над тобой действия. Где ты, когда ты не самим собою? Какая тебе польза знать все, когда ты сам себя не знаешь? Если желаешь иметь мир и истинное соединение, должно все другое отложить и единственное иметь перед глазами самого себя. Много успеешь, если упразднишь себя от всякого временного попечения. И напротив, много отстанешь, если займешься чем-либо временным. Ничто не должно быть для тебя невеликим, невозвышенным, неприятным, неполезным, кроме единого Бога или что от Бога. Вменяй счету всякое утешение от тварей происходящее. Душа любящая Бога презирает все, что ниже его. Един Бог вечный, неизмеримый, всю вселенную исполняющий есть утешение души и истинное сердце радость. Глава 6. О веселье и доброй совести. Слава доброго человека есть свидетельство доброй совести. И имея добрую совесть и всегда будешь в радости. добрая совесть много может понести и радоваться в несчастье. Злая совесть всегда боится и беспокоится. Ты будешь в сладостном спокойствии, если сердце твое тебя ни в чем не упрекает. Не веселись иначе, как сделав добро. Злые никогда не имеют истинной радости и не чувствуют внутренней тишины, ибо нет мира вне счастливых, говорит Господь. Если они тебе скажут мы покойны, зло не прикоснется нам, и кто дерзнет нам вредить, не верим, ибо гнев Божий восстанет на них, внезапно и дела их обратятся в ничто и советы их погибнут. Кто любит, тому нетрудно славиться и в скорби, кто славится с ним, есть славится крестом Господним. Кратко слава, воздаваемая и принимаемая людьми. Мирскую славу всегда сопровождает печаль. Слава добродетельных и их совести, а не устах человеческих. Веселие праведных о Боге и в Боге, и радость их о истине. Кто желает славы истинной и вечной, тот не заботится о славе временной. А кто ищет или не презирает славы временной, тот видно не любит славы небесной. Кто не занимается ни хвалой и ни поношением, тот наслаждается великим сердечным спокойствием. Легко тому быть в мире и в покое, у кого совесть чиста. Ты не святее от того, что тебя хвалят, и не хуже от того, что поносит. Ты то, что ты в самом то мало будешь заботить о что говорят о тебе люди. Человек смотрит на лицо, а Бог в сердце. Человек видит действие, Бог испытует намерение. Делать всегда добро и мало себя уважать есть знак души смиренной. Не искать никакого утешения в тварях есть знак великой чистоты и внутреннего доверия. Кто не ищет во внешности никакого свидетельства в свою пользу, тот видно совершенно предал себя Богу. Не хвали себя, все искусен, говорит святой Павел, но тот, кого Бог восхваляет. Ходить с Богом внутри и не иметь никакого прилепления ко внешнему есть состояние внутреннего человека. Глава 7. А любви к Иисусу превыше всего. Блажен, кто понимает, что есть любить Иисуса и презирать самого себя по любви к нему. Должно оставить любезное для возлюбленного, ибо Иисус хочет быть любим един и превыше всего. Любовь твари обманчива и пременна. Любовь Иисуса есть верна и постоянно. Кто прилепляется твари, падет тварью. Кто объемит Иисуса, вовеки будет неподвижен. Того люби и храни себе другом, кто при оставлении от всех тебя не оставит и не попустит тебе погибнуть в конец. Волею или неволею, но должно тебе будет расстаться некогда совсем. В жизни и смерти держись Иисуса и полагайся на верность того, кто один может пособить тебе, когда все тебе изменят. Твой возлюбленный такого свойства, что не хочет допускать чуждого, но один желает обладать твоим сердцем и почивать на нем, как царь на престоле. Если ты умел освобождать себя от всякой привязанности к тварям, то Иисус с удовольствием жил бы с тобою. Ты увидишь почти все то потерянным, что вне Иисуса положишь в людях. Не надейся, не опирайся на трость ветром колеблем моему, ибо всякое плоть сена и вся слава ее падет, как свет полевой. Ты будешь скоро обманут, если станешь смотреть на одну внешность людей. Ища в них пользы и утешения, ты по большей части найдешь урон. Но если ты будешь во всех вещах искать Иисуса, ты верно найдешь Иисуса. Если напротив ты будешь искать самого себя, то и найдешь самого себя, но найдешь собственной твоей погибели. Ибо когда человек не ищет Иисуса, он сам себе более вредит, нежели все его неприятели и целый мир. Глава восьмая. О тесном содружестве с Иисусом. Когда Иисус с нами, тогда все благоуспешно, и ничто кажется нетрудно, но без Иисуса все тягостно. Когда Иисус не говорит внутри нас, никакое утешение не может быть приятно, но когда Иисус скажет одно только слово, мы чувствуем великое утешение. Не воспрянула ли Мария с места, где она плакала, как скоро Марса сказала ей, учитель пришел и приглашает тебя? Блажен час, когда Иисус призывает от слез к радости духовной. Как ты сух и жесток без Иисуса! Как ты бессмыслен и суетен, когда желаешь чего-нибудь вне Иисуса! Потеряв его, не более ли теряешь целого мира? Что может тебе доставить мир без Иисуса? Быть без Иисуса есть ад нестерпимый, быть с Иисусом есть рай сладостный. Когда Иисус с тобой никакой враг вредить тебе не может. Кто нашел Иисуса, тот нашел сокровище великое, или лучше сказать, высшее всех сокровищ. А кто потерял Иисуса, тот потерял безмерно много, потерял более целого мира. Кто живет без Иисуса, тот в крайней бедности, а кто с Иисусом, тот бесконечно богат. Великая наука есть уметь беседовать с Иисусом, и великое благоразумие удерживать Его с собою. Будь смирен и миролюбив, и Иисус будет с тобою. Будь благочестив и покоен, и Иисус будет с тобою. Но ты можешь легко удалить от себя Иисуса и утратить Его благодать, если захочешь уклониться ко внешности. А удалив и потеряв Его, к кому прибегнешь, кто будет твоим другом? Ты не можешь быть счастлив без друга. Если Иисус ближе всех не будет твоим другом, ты будешь печален и безутешен. И так безумно ты поступаешь, если в ком либо другом полагаешь упование твое или радость. Лучше весь мир иметь неприятелем, нежели оскорбить Иисуса. Да будет Иисус из всех любезных один тебе любезнейший. Да будут все другие тебе любезны для Иисуса, но Иисус для самого себя. Иисус Христос один должен быть особенно любим, ибо Он один есть лучший и вернейший из всех. Да будут тебе все и друзья и неприятели любезны в Нем и для Него, за всех должно Ему молиться, да все Его познают и возлюбят. Никогда не желай быть особенно любимым или превозносимым, ибо это принадлежит единому Богу, который не имеет никого Ему подобного. Не желай так же, чтобы сердце другого было занято тобою, и сам равно не занимай сердце твоего кем-либо другим, но Иисус добудет в тебе и во всех людях добрых. Будь чист и свободен во внутренности твоей беспривязанности к тварям. Тебе должно представить Богу сердце чисто и обнаженное, если хочешь упраздниться и вкусить, сколь благ Господь. «Но этого не можешь достигнуть, не быв предварен и привлечен его благодатью так, что все упразднив и оставив, мог ты соединиться един с единым. Ибо когда благодать Божия помоществует человеку, он способен ко всему, но когда она отступает, тогда он беген, слаб и как бы оставлен только на казнь. Но и в этом состоянии он не должен падать в духе и отчаиваться. Напротив, должен равнодушно покоряться воле Божией и все терпеть во славу Иисуса Христа. Ибо после зимы наступает лето, за ночью следует день, после бури настает благорастворенное время. Глава 9. Состояние безутешности. Нетрудно презирать утешение человеческое, когда имеешь утешение божественное. Но великое и весьма великое дело есть уметь обходиться без всякого утешения человеческого и божественного. Терпеть добрые воли и для славы Божьей сей род сердечного изгнания, не искать себя ни в чем и не мыслить о своих заслугах. Какое чудо, что ты исполнен радости и благоговения, когда благодать тебя посещает. Это время всякому желательно. Приятно идти, когда благодать Божия ведет за руку. И удивительно ли, что тот бремени не чувствует, кто подъемлет, кого подъемлет всемогущий и ведет всеуправляющий. Всегда приятно встречать утешение, и человек с трудом оставляет самого себя. Победил святой мученик Лаврентий мир со своим священником, ибо все, что в мире казалось усладительным, он призрел, и по любви ко Христу перенес скротостью, разлуку с первосвященником, Сикстом, коего много любил. Любовь уже к Создателю превозмог любовь к человеку, и человеческому утешению предпочел благоизволение Божие. Учись и ты для любви к Богу оставлять друзей своих. И не сетуй, когда тебе случится быть оставленным от друга, зная, что все мы наконец должны расстаться друг с другом. Человеку предлежат жестокие и продолжительные сражения, прежде, нежели он научится побеждать себя совершенно и обращать всю свою привязанность к Богу. Когда человек опирается на самом себе, он легко падает и ищет человеческих утешений. Но кто истинно любит Христа и ревностно последует добродетели, тот не ищет этих утешений, этих сладостей, чувств, истинствия, но падча желает сносить по любви ко Христу сильные испытания и жестокие труды. Итак, когда Бог посылает тебе духовное утешение, примли его с благодарностью, но в то же время признавай его даром Божиим, а не наградуя твоей заслуги. Не дерзай превозноситься этим, не дерзай слишком радоваться, а тем еще менее предаваться тщетной надменности. Напротив, получивший дар, будь смиреннее, осторожнее, богобоязливее во всех делах твоих, ибо час этот пройдет, и вслед за ним наступит искушение. Когда же утешение будет от тебя отнято, не теряй надежды, но жди со смирением и терпеливостью нового свыше посещения, ибо силен есть Бог подать тебе вящее еще утешение. Сия не есть новое, не странное для искусивших в путях Божиих, ибо самые великие в святости мужей древние пророки часто испытывали этот образ применения. Для этого-то некто из них, чувствуя присутствие благодати, возопил, «Я сказал во обилии моем, не поколеблюсь вовек в благоденствии моем». Но благодати отступившей, он же изъясняет чувства свое, присовокупляя, «Отвратил ты лицо твое, и я смутился». Между тем, однако же, не теряет он надежду, но молит Бога, Господа, настоятельный, и говорит, «К тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюсь». Наконец он собирает плод своей молитвы и возвещает, что был услышан, «Услышал Господь и помиловал меня, Господь есть помощник мой». Но в чем? Обратил плащ мой в радость, растерзал вретище мое и припоясал меня весельем. Если Бог так поступал с великими святыми, то и нам, слабым и бедным, не должно терять надежды, но когда бываем усердны, то хладно. Ибо Дух приходит и отходит по благоизволению его воли. Для всего-то блаженный Иов сказал, посещение творишь ему во всякое утро, и сейчас на его испытываешь. Итак, на что же должен и полагаться, и на чем утверждать мое упование, если не на едином Божьем милосердии, и на едином ожидании небесной благодати. Ибо, что я окружен людьми добродетельными, собратьями благоговейными, друзьями верными, что я читаю святые книги или изящные рассуждения, что внимаю пение в молитве или духовных песней, все это мало приносит мне плода, мало услаждения, когда, не имея я благодати, я оставлен собственному моему убожеству. Тогда нет лучшего способа, как терпеть, отрекаясь самого себя и предаваясь воле Божией. Никогда, никогда не видел я столь благочестивого и благоговейного, кто бы не испытывал иногда на время отступления благодати и не чувствовал бы иногда ослабления в своей левности. Никогда не было святого столь возвышенного и столь просвещенного, чтобы рано или поздно не имел он искушения. Не достоин высокого созерцания Божия, кто прежде не претерпел ради Бога некое смущение. Ибо искушение есть обыкновенный признак, за коем следует утешение. Потому-то утешение небесное обещано искусившимся. Побеждающему говорит Господь, дан есть от плода древа жизни. Божественное же утешение не спасывается человеку для того, чтобы укрепить его в напастях. Вслед за тем приходит искушение, дабы он не нагневался в добре. Дьявол не спит и плоть еще не умерла. Не переставай готовиться к брани, объяснуя и слева облежать тебя враги, не покоящиеся никогда. Глава 10 Пятая о признательности за благодать Божию. По что ищешь ты покоя, быв рожден на труд? Располагайся лучше терпеть, а не утешаться. Готовься носить крест, а не жить в радости. Ибо кому из людей привязанных даже к миру неприятно было бы иметь утешение и радость и духовное, если бы иметь их всегда было можно? В самом деле утешение и духовное весьма много превосходят все удовольствия этого мира и все услаждения плотские. Ибо все мирские удовольствия суть или тщетны, или гнусны. Духовное же наслаждение суть одни приятны и честны. Они рождаются от добродетели, изливаются от Бога в души чистые. Но никто не может их всегда вкушать по своей воле, ибо во время искушения ненадолго перестает. Высшим небесным посещением много препятствует ложная свобода ума и великая уверенность в себе. Бог оказывает благодеяние человеку, когда дает ему благодать утешения, но человек поступает превратно, когда не относит всего с признательностью к Богу. Отсюда происходит, что дары благодати не могут на нас изливать, потому что мы неблагодарны к подателю их и не обращаем их к своему источнику, ибо благодать всегда не спасывается тому, кто приемлет ее с благодарностью. Напротив, отъемлется у гордого то, что обыкновенно дается смиренному.